Всем здравствуйте! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу об одном из самых, наверное, безопасных кресел на рынке для детей с 9 месяцев до 3 лет. Потому что, почему самых безопасных? Самый высокий рейтинг. Вообще, кресел всегда со столиком безопасности. Зайдите на adag.de, посмотрите модель Juno Cybox, и вы увидите, почему я говорю, что одно из самых безопасных кресел вообще на рынке. Напомню, с 9 месяцев до 3 лет это кресло. Сегодня мы с вами его изучим, посмотрим, что оно из себя представляет. Juno 2 Fix я уже снимал. Это обновленная версия. Здесь кое-что доработали. Столик, боковую безопасность. Вообще, это кресло считается одним из самых, скажем так, комфортных по посадке. Одним из самых безопасных. Но ребенок здесь крепится, посмотрите, не пятиточными ремнями, а столиками безопасности. Это у нас дает очень хорошее распределение нагрузки в момент ДТП. Но вторая сторона медали то, что сковывает движение ребенка, и очень большая площадь контакта с ребенком, и дети в жаркую очень погоду чуть больше преют. Но здесь, кстати, вентилируемый полностью корпус, он дышащий, поэтому на сидении все хорошо. Чуть-чуть вот здесь вот ребенок может слегка преть. Вот. Ну, собственно, ладно, давайте само кресло изучим. Столик пока уберу в стороночку. Что оно из себя представляет? Здесь у нас подголовник, который у нас регулируется по высоте. Вот. Ткани достаточно приятные тактильно. Я бы не назвал их какими-то супер навороченными. Видал в сто раз лучше ткани, но абсолютно нормальная, адекватная ткань. Приятная тактильно. Что касается наклона спинки, здесь вот небольшой свободный ход спинки есть. Щелканье громкого, не пугайтесь, это нормально, так должно быть. Если мы еще больше начнем давить, а спинка отвалится. Вот. Нужно регулировать до 1 щелчок. Дальше уже нельзя. Так. Есть крепление Isofix. Вот. Если у вас нету Isofix в машине, не переживайте. Просто ставите кресло и крепите. Но я вам покажу сейчас и с Isofix. Если Isofix нет, просто его не ставим и делаем все то, что я сейчас вам покажу. Так. Если Isofix, то прикрепляем. До щелчка. Можем регулировать глубину. Но я бы его выдвинул, чтобы наклон больше для спинки освободить. Соответственно, посадили ребеночка. Берем столик. Столик имеет возможность регулировки его по глубине. Нажимая вот эту кнопочку, мы можем регулировать, насколько плотно к ребенку будет прилегать столик. Я бы его освободил по максимуму, и пускай ребенку больше места будет. Вот. Посадили ребенка. Прикладываем столик. Берем ремень. Вытягиваем его. Пропускаем в специальном направляющем. Вот здесь. Потом возвращаем обратно. Вот таким образом это все делается. И ремешок пропускаем вот здесь. Вот. Соответственно, ремень, он, вот вы когда пристегнуты, вам же ремень не давит, вы же его отодвигаете, нормально же. Вот. Поэтому многие просто задают, я к чему говорю, многие задают вопросы, не давит ли это все ребенку. Ремень ровно, настолько, насколько нужно. Прижмет у нас столик. Но прижмет как? Просто будет прилегать к ребенку. Вот. И, соответственно, все будет плотно, хорошо зафиксировано. В общем, ребенок, сверху столик, проводим ремень. Все, больше ничего делать не нужно. Единственное, все подтяните хорошо, чтобы нигде ремень не болтался. Вот. И вот таким образом в этом кресле ездит ребенок. И благодаря вот этой вот, вот, казалось бы, неудобной конструкции достигается вот этот вот высочайший уровень безопасности. Поэтому, если у вас есть возможность приучить ребенка к столику, выберите обязательно лучше кресло со столиком. Бывает такое, что вот родители уже не выдерживают, ну, нафиг, берем с ремнями, нет сил слушать крики. Вот. Поэтому лучше со столиком, конечно, приучить ребенка, они будут к кресле идти безопаснее. Так. Ну, естественно, отстегнуть, чтобы... Мы просто берем, отстегиваем, вынимаем отсюда ремешок и достаем ребенком. Вот таким образом это все выглядит. Столик достаточно большой. Пространства для ребенка он оставляет достаточно. Так. Что касается изменений с предыдущей версии. Вот поменялся сам столик. Он стал более эргономичный. Вот эта регулировочка поменялась. И основное отличие. Здесь поменялась система безопасности. Вот у... Сейчас она называется, как у них, LSP, да. LSP-систем, которая гасит энергию дара при боковых ДТП. Раньше она была накладной. Сейчас она встроена. Нажимая кнопку, она выскакивает, как вот видите, да. И со стороны двери ее нужно активировать. Со стороны салона ничего делать не надо. И вот видите, она выскакивает. Со стороны салона этого делать не нужно. Просто оставляем как есть. Просто облегчили вам эксплуатацию, скажем так, этого кресла. Что касается ткани, ткани можно стирать при температуре не выше 30 градусов. Потому что, если она сядет, вы его уже от чехол не оденете. Вот. Что по креслу еще я не рассказал. По большому счету все рассказал. Здесь как бы многое не расскажешь. Здесь каких-то особенных фишек нет. Здесь фишка безопасность в первую очередь. Вообще, одно из лучших безопасности. Хорошая, комфортная посадка. Из минусов. Здесь нет платформы, на которой мы за ручку снизу дергаем. И оно у нас наклоняется. Здесь мы напрямую зависим от положения спинки автомобильного сидения. Вот это из минусов. Но сидение автомобиля практически всегда наклонено. Бывают кривые автомобили. Там не все хорошо. Но в большинстве случаев спинка наклонена. Поэтому положение отдыха небольшое будет у ребенка. И самое главное, чтобы когда ребенок уснул, голова вперед не падала. Поэтому вот этот угол нужно и поймать. Соответственно, все. Добавить мне больше нечего. Если ищете что-то самое безопасное для ребенка, то у вас выбор один по большому счету. Это вот такие столики. Вот этот Cybox первой категории, универсальные кресла 1, 2, 3 тоже будут одни из самых безопасных. Везде будет столик. И только потом уже будут ремни. А я имею в виду остальные бренды. Поэтому смотрите. По безопасности только столики. Если уж не смогли приучить ребенка, то придется соответственно пересаживаться. Вот. Поэтому рекомендую попробовать, постараться приучить ребенка начать в любом случае с такого кресла. А если уж не получится, пересаживайте. Поэтому здесь самый высокий рейтинг, самый безопасный. Лучше ребенка защитить по максимуму. Вот собственно и все. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Это помогает мне развивать канал, делать для вас все больше обзоров. Вот. И Миру Автокресел. Большое спасибо за то, что предоставил кресло Cybex Juno на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора, самого безопасного кресла для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания.